Ну что ж, дорогие друзья, пришло время чего-то такого довольно простого, но в тот же момент очень вкусного. Сегодня я буду делать кусочки рыбы в кляре и покажу вам, как делается кисло-сладкий соус. Для такого блюда я использую судака, потому что он гораздо вкуснее, чем треска. Филе нарезаю маленькими кусочками. Почему маленькими? Во-первых, они очень быстро жарятся. И чем длиннее кусок, чем больше кусок, тем больше вероятности того, что вы там вдруг, не дай бог, как-то его неправильно помешаете, и он у вас развалится. Теперь нужно рыбу слегка подмариновать. Сюда буквально один зубчик чеснока и обязательно пару столовых ложек соевого соуса. Можно слегка перемешать. И дадим постоять рыбе в соевом соусе и чесноке до момента обжарки. Кисло-сладкий соус в базовом варианте состоит из томатной пасты, сахара, уксуса и воды с крахмалом. Есть варианты, когда вначале обжаривается имбирь, чеснок. Тайцы в готовый соус обильно сыпят глютамат натрия. В общем, вариаций, конечно же, может быть масса. Но традиционный, который меня учил делать китаец, мне в свое время довелось на практике быть у одного китайца, он говорит, простейшие элементы нужно запоминать. И потом, конечно, вы можете к этой базе добавлять все, что угодно. Мы должны сюда всыпать 3 столовые ложки сахара. Теперь нужно взять томатную пасту. Некоторые задают вопросы, типа, жесть, жестяная банка. Кто-то говорит, что моднее в стеклянной. В стеклянной банке на продукт попадают, в частности, на томат, попадают солнечные лучи. И в железной банке из-за отсутствия солнечных лучей томатная паста сохраняется в несколько раз дольше. На 3 ложки сахара я добавляю 3 столовые ложки томатной пасты. Все перемешиваю. Нужно следить, чтобы ничего нигде не горело. Томатная паста сама по себе не имеет ни соли, ни сахара. Это базовый продукт, который возможно потом дополнить и уже привести в норму в зависимости от ваших вкусов и потребностей. Раз, два, три столовые ложки уксуса. Обычного 9-процентного. Как только залили уксус туда и он начинает кипеть, ни в коем случае не приближайте свой нос к парам. Потому что вы можете реально обжечь уксусными парами свой нос. Добавляю немного воды для того, чтобы уже соус начал расходиться. Сахар здесь местами где-то пристал ко дну. Его нужно растворить. Соус должен быть достаточно жидкий. Нужно добавить сюда немного соевого соуса. Это обязательный ингредиент кисло-сладкого. Пару столовых ложек. Крахмал нужно разводить обязательно в холодной воде. Иначе он у вас сразу же превратится в комочки. Добавляю сюда пару ложек. Смотрю, как гусеет у нас соус. И по консистенции хочу добавить немножко воды. Я вот вижу, что мне он нужен какой-то более прозрачный, что ли. Чтобы он состоял не только из пасты, но еще и водная основа. Она его превращает в какую-то такую другой плотности. Все, довожу его до кипения. В общем, смотрите. Финальный вкус должен быть такой. Ярко-кислый и ярко-сладкий. Прям вот аж до грани. Так, пробуем. Финалочку. Великолепно. Видите, за счет крахмала он стал такой однородный. Кляр я купил уже готовый. Он продается в японских лавках. Если вы хотите, вы можете использовать кляр на пиве. Как для фишн-чипс, например, английский. Или использовать кукурузную муку с рисовой смешать. Пшеничную с рисовой. В общем, все кляры рекомендуется смешивать с рисовой мукой или рисовым крахмалом. Для того, чтобы он был более хрусткий. Сюда я добавляю воды. Так, чтобы получилась густая сметана. Мне нужно, чтобы кляр был густой. И чтобы он более плотно сидел на кусочках рыбы. Можно делать его жидким. Тут зависит от того, какую цель вы преследуете. Но главное, что нужно знать про кляр, это обязательно холодная вода. А лучше всего даже можно бросить туда несколько кусочков льда во время замешивания. Он потом растает. Но зато контраст холодного кляра и горячего раскаленного масла как раз и дает ту хрусткость. Вот получился такой кляр. Видите, он как 15% сметана. Его нужно обязательно подсолить. Мало того, что мы подсолили с помощью соевого соуса рыбу. Нам нужно обязательно подсолить кляр. Потому что когда вы будете его потом употреблять, вы поймете, что если кляр не соленый, он будет как, знаете, такое какое-то пресное тесто пирожковое. Когда бабушка соли не добавила, ты ешь, такой думаешь, начинка вкусная, а теста само нет. Значит, что дальше? Берем кусочки, отправляем в кляр. Кляр густой. Я даже и не обмакиваю в муке рыбу. Отправляю по паре кусочков в масло и жарю. Смотрите, если вы справитесь с большим количеством кусочков, добавляйте туда по 6-8. Но я всегда рекомендую 2-3, для того, чтобы вы потом не переживали, что у вас рыба там слипается, друг к дружке прилипает. Значит, как только у нас они слегка обжарились, кусочки небольшие, у меня нет цели их превращать, то есть жарить до коричневого состояния. Кляр схватился, рыба готова. То же самое делаем со всем остальным. Я беру миску побольше и все наши кусочки рыбы, которые уже отдали масло, видите, хрустит, кляр аж шумит. Добавляю сюда соус, я просто поливаю им. Китайцы это делают, знаете как, они в воке разводят соус, доводят до кипения. И обжаренные кусочки рыбы, мяса, куриц, чего угодно, овощей, кляре опускают туда, прогревают и отдают. Даже вы, например, знаете наверняка, что есть такие, знаете, баклажаны хрустящие, там правда кляр состоит из крахмала и сахара. И они потом это все в воке перемешивают. Но я не в воке, я вот в такой тарелочке. И теперь выкладываю кусочки рыбы в тазик для подачи. Обязательно немножко острого чили перчика. Я люблю обязательно, чтобы было посыпано кунжутом, чуточку черным и немножко белым. И, конечно же, моя любимая кинза. Дорогие друзья, я надеюсь, что вам понравилось, вы поняли все нюансы приготовления этого блюда. Приходите на канал, пишите комменты, я всегда с радостью на них отвечаю. Всего доброго, приятного аппетита и следите за тем, что вы кушаете.